Основной тезис — это как расстаться цивилизованно после развода, сохранить дружеские цивильные отношения, в главную очередь в интересах детей. На отца и брата завели дело после того, как я решила развестись. Брат получил срок, его проговорили. У отца состоится скоро суд, то есть это два кейса несправедливые. Конечно, лучше было бы, если бы сохранились дружеские отношения, тёплые отношения. Это в первую очередь видят дети, и для них это пример для будущих своих отношений, выстраивания своих отношений в будущем. Не хотелось бы ли вам, детям, рассказать вообще, как по-настоящему выглядит любовь? Берегите в своём сердце любовь. Даже если её у вас не было где-то в детстве, создавайте её, творите, потому что вот это отсутствие любви становится причиной вот таких вот вещей, таких ситуаций. Вы меня разбудили. Я такая, как же, я же это знаю. Почему? Почему я забыла? Почему я вот… Я же знаю, что это ведёт на другие вообще высоты. Всё-таки хочется, чтобы отец детей проснулся, проснулся, вспомнил, что три маленьких сердца любят его и ждут. Для него это не так уж дорого, да, можно сказать, совсем недорого. Всем здравствуйте. Дана, здравствуйте, с прилётом вас. Здравствуйте. Мольдер, здравствуйте. Здравствуйте, Дана. Сколько времени сейчас в Лондоне? Пять, наверное, утра, да? Да, без пятнадцати шесть. Я хочу пояснить нашим зрителям, что Мольдер подключается к нам через Zoom-систему, и будет недолго, потому что у Мольдер сегодня у среднего, да, ребёнка мероприятие, спортивное соревнование, и чтобы успеть и с нами поговорить, и сопроводить своего малыша, вот поэтому времени будет немного, но мне кажется, мы успеем за эти несколько минут всё-таки самый главный месседж от Мольдера услышать. Данночка, вас тоже приветствую, да, она прилетела из Астаны буквально на один день, и только ради этой встречи, ради этого подкаста. Девочки, большое вам спасибо. Чуть-чуть напомню и вам, и зрителям тоже, что цель и роль, наверное, вот запущена в этого, проекта, цикла под названием «Дай слово», предложить нашим соотечественникам инструменты для раздумий, для принятия решений, для того, чтобы дальше жить уровнем выше, во всех смыслах, в мыслительном, физическом, социальном, бытовом, интеллектуальном и культурном. Так что мы сегодня нисколько будем с вами мусолить, грубо говоря, извините, конечно, за такое выражение, а нисколько будем обсуждать и заново, вот что там было у Мольдера у вас, а что, Данночка, у вас, сколько будем предлагать конструктив. Вот, но напомнить всё равно историю нужно. Дан, позволю, начнём давайте с Мольдера, чтобы её потом поместить. Да, конечно. Мольдер, давайте в нескольких словах обозначим ваши цели, историю и фабулу вашего кейса в описании, я обязательно дам, хорошо? Ну или можно у вас на страничке посмотреть. Скажем так, какой сегодня у вас вопрос номер один? К миру, к стране, к своему бывшему супругу, ну и к нам, к вашим соотечественникам. Мой основной тезис – это как расстаться цивилизованно после развода, сохранить дружеские цивильные отношения, в главную очередь в интересах детей, вот, и не использовать свои административные ресурсы как месть. Когда мы говорим о процессе выстраивания вот этих новых отношений, то есть вначале это были, представьте, папа, мама, дети, дом, всё общее, единая одна какая-то система и общая жизнь, а потом бах, и папа с мамой принимают решение. И детская психика, конечно, она не может не страдать. Когда вы говорите о безопасности, что вы точно имеете в виду в этом конкретном вашем контексте? В моём контексте это преследование моей семьи, то есть у меня на отца и брата завели дело после того, как я решила развестись. Брат получил срок, его проговорили, брат, у отца состоится скоро суд, то есть это два кейса несправедливые. Также благополучие моих детей, то есть использование детей как манипулятивных инструментов, в качестве манипулятивных инструментов для достижения своих целей. Я думаю, конечно, лучше было бы, если бы сохранились дружеские отношения, тёплые отношения. Это в первую очередь видят дети, и для них это пример для будущих своих отношений, выстраивания своих отношений в будущем. Мольдор, такой вопрос немножко, может быть, покажется вам каверзным, но на него нужно ответить обязательно, потому что от него мы дальше оттолкнёмся. Что вы говорите своим детям каждый день, опять же, в вашем контексте? О чём это? Какая риторика? Во-первых, я не посвящаю их взрослой проблемой. Ну, конечно, они, так как у них есть детская естественная любознательница, они меня спрашивают, например, про своего отца, и я говорю, что вот так же, как и дети, не ладят между собой, да, игрушки не делят, так же и взрослые имеют конфликты между собой. Но отец их любит, он продолжает оставаться их отцом, он самый сильный, он самый хороший в этом контексте. Вот, но так я в детали не посвящаю, там, вот. Мольдер, вот вы образованный человек, учитесь на мастерской программе, и я уверена, и вижу по вам и по нашей переписке, что вы высокого ума женщина и реализованная, потому что и мамой успели стать хорошей, и многодетной мамой, и общаетесь, коммуницируете, очень с вами приятными дела. Ну, как минимум, общение точно приятно. Вот вы только что сказали, что папа их любит. У меня вот такой вопрос, такой философского плана. А не хотелось бы ли вам, детям, рассказать вообще, как по-настоящему выглядит любовь? Да. Конечно, я никогда не стану вас призывать, там, настроить детей против отца, это вообще было бы, ну, это вообще невозможно из моих уст точно не услышать. Но рассказать им правду, как это есть, я вам очень рекомендую. Как ваш бывший супруг любит своих детей, если при этом происходит всё то, что происходит в вашей жизни? Ваша жизнь, по вашим словам, она невыносимая. Это правда. Но я думаю, что дети, особенно старшие двое, они всё видят, дети хорошо чувствуют, хорошо читают эмоции. Я думаю, когда, например, в ситуациях, когда отец не покупал им проездные на общественный транспорт, отказывался прямо при детях, ну, детям он так говорил, и также в остальных предметах, я думаю, дети это всё видели, они прекрасно знают. Вот. Я просто жду более осознанного возраста, когда я им уже посвящу их детали. А так, на данный момент, они видят, сколько всего я делаю ради них, то есть я работаю в недельских работах, обеспечиваю их дети полностью на мне. И в то же время, когда их отец, он, мягко говоря, отказывает им в покупке самых базовых вещах, я думаю, они это всё видят. Вот поэтому. Но я, конечно, с ними сяду поговорить, но последние два года я пережила столько, что я думаю, я откладываю этот разговор с ними. Вот, но этот разговор, я просто должна больше почитать, больше подготовиться к этому. Знаете, а может быть, даже не надо сильно готовиться. Вот мой московский профессор даже в преддверии больших каких-то проектов академических всегда говорит, коллеги, не надо так сильно готовиться, если вы действительно знаете свой материал. То есть этой рекомендацией я хочу очень щедро с вами поделиться и попробуйте это приложить, ну вот сегодняшнюю информацию уже в жизнь, буквально сегодня. Когда мы рассказываем детям о том, что происходит в нашей жизни, мы настолько мгновенно получаем от них доверие к себе, и вместе с этим доверием дети становятся нашими помощниками. И у меня почему-то вот сейчас интуитивное чувство в виде вас, мы же первый раз общаемся, у нас даже с вами рабочего зума не было. У меня такое ощущение, что именно в детях есть тот ключ золотой, который поможет вам в решении вашего вопроса. Получается, что ваш ключ лежит у вас дома на консоли или в кресле сидит, а вы только что произнесли, это без упрёка, конечно же, это как рекомендация, а вы говорите сейчас, произносите, я оттягиваю этот момент. Вы его не оттягивайте, вы расскажите детям всё как есть, просто на детском языке, естественно, без осуждения, без агрессии, не потому что ваш бывший супруг всё-таки молодец, а просто потому что в этой агрессии не будет никакого конструктива. Просто расскажите как есть, поищите, попросите помощи у детей. Их не нужно искусственным образом перетягивать, это данный вам тоже, да, такая рекомендация, перетягивать на свою сторону. Но когда мы рассказываем детям как есть, мы их недооцениваем, считая, что у них ещё возраста не хватает, каких-то познаний не хватает. Им достаточно быть вашими семечками, чтобы понять, насколько вам больно. И поэтому пригласить детей в помощь к себе для того, чтобы и социальные вопросы решить, и экономические, это нормально. Я вам очень этого желаю. Скажите, пожалуйста, Мольдор, на какой стадии сейчас, ну в каком статусе ваш процесс весь, ваша, не побоюсь этого слова, сумасшедшая жизнь? Отвечая на ваш вопрос, нынешнее положение дел, к сожалению, суд в Казахстане пока на данный момент отказал детям в алиментах, определил место жительства детей с отцом. Вот. И да, по сожалению, такие наносят решения. В то время, как суд в Англии, то есть высокий суд Лондона определил место жительства детей со мной. И да, поэтому разные картины складываются. Вот и... Как теперь из этого, что вытекает? Можете нас немножко просветить? Как теперь физически будет это всё выглядеть? Какое решение суда вы, лично вы, как человек, как гражданка казахстанская, но на сегодняшний день вы живёте в Великобритании, какое решение суда вы будете реализовывать? Конечно, английская, так как я, во-первых, физически мы находимся по туристовиденции в Великобритании, оно действенное. Во-вторых, я казахстанская не признаю, потому что весь процесс был нетранспарентным, необъективным, непрофессиональным. Начиная с вопросов судьи, которые она мне задавала, это больше, она больше ссылалась на, у меня также есть эта запись, этого процесса, она больше ссылалась на традиции Юга, нежели на законы Казахстана, права детей, и в-третьих, она игнорировала заключение психолога, который беседовал с моей старшей дочерью, 10-летней, и также, которая проводила тест психологический всех четырех детей. Все дети сказали, что они хотят быть со мной, и им со мной комфортно. И судья, получается, проигнорировал вот эти все высказывания, заявления, поддержку вашу? Да, то есть в обеих судах дети рассказывали, был отдельный сотрудник, который в Англии тоже, Kafka's Worker называется, но у детей было вот такое разочарование после решения Казахстанского суда, так как моя старшая дочь, особенно она искренне, в течение часа разговаривала с судьей, и его адвокату тоже, ему, ей задавали каверзные вопросы, но после английского суда, как бы, как сказать, на английском, да, у детей не было разочарования, не было такое, как они были счастливы, после решения английского суда, как будто их услышали, вот так вот, старшие люди их услышали, их интересуют. Они себя хорошо уже чувствуют в эмоциональном смысле, вот в моральном? Да, да. Они чувствуют, что есть всё-таки там такие понятия, как правда, опять же, как бы это громко не звучало, но нам нужно детей воспитывать именно опираясь на базовые постулаты. К сожалению или к счастью, с раннего возраста они уже поняли, что такое справедливость на своём примере. Да, на двух ярких, совершенно полярных, да, решениях суда. Скажите, пожалуйста, тоже, ну и заодно и меня просветите, и зрителей просветим, вот саботирование, ну саботаж казахстанского решения, решение казахстанского суда, чем может быть для вас как угроза или просто какой-нибудь очередной подвох в вашу сторону? Ну да, определение места жительства с отцом, конечно, это основная причина того, что суд оказал в алиментах детям, несмотря на то, что дети живут со мной. Также, да, это одно из инструментов для него показать, что вот суд, на его стороне. Но я думаю, люди не глупые, они все видят. С тех пор, как я вышла в публичность, мой кейс стал общественным резонансом, я очень много поддержки получила от людей, включая вас, также я была очень этому рада. и я думаю, люди и так все понятно, то есть по тому, как шел судебный процесс в Казахстане, по вопросам, которые судья задавала и по всему, по всему. спасибо большое. Скажите, как вы себя сейчас чувствуете после решения высокого английского суда? Ну, естественно, как дети тоже вдохновлённо, но вы-то видите шире, вы же мама, вы мама, у вас панорамная сейчас взор, взгляд и угол зрения. Дети радуются эмоционально, потому что они, как вы выше бы сказали, что они увидели воплощение справедливого решения. Вы видите дальше, и вы стратегически мыслите, вам нужно будет возвращаться в Казахстан. Порассуждайте, пожалуйста, на эту тему. Как вы себя чувствуете после этого хорошего решения? Суд, процесс в Англии шёл почти год. Я очень сильно переживала, я готовилась к любому исходу, потому что я знала, что решение в Англии будет справедливым. Они взвешивали, они детально изучали все доказательства, в отличие от Казахстанского суда. И в день решения я просто, когда мне мой адвокат сообщил о решении судьи, она мне позвонила, я уже была не в Лондоне, уехала в свой город. Я просто не могла понять, она мне несколько раз, ей пришлось повторять, это, я была просто спокойна, и на седьмом дне отчасти, можно так сказать. Я думаю, любая мать поймёт, когда ей дают разрешение легальное быть с детьми. И я была в шоке, потому что после Казахстанского суда у меня остался страх, что вне зависимости от, как бы я была не права, это судья решает, но здесь я, ой, я безмерно благодарна, просто благодарна, я поняла, насколько важно иметь справедливую судебную систему в стране. Особенно, если ты из слабой, так сказать, слабой, уязвимой группы, как женщина, дети. Но вам возвращаться-то когда в Казахстан уже придётся? После обучения вашего? У меня учёба заканчивается в этом году, к концу этого года. Конечно, я бы хотела вернуться, но после случая с моим отцом, с братом, на котором завели уголовные дела. И после того, как суд решил, что дети должны быть с отцом, я, честно сказать, я очень боюсь возвращаться в Казахстан. Я подозреваю, что на меня тоже заведут уголовные дела, и дети отберут. И я после решения судьи, который решил, что дети должны быть с отцом, я уже не верю нашей судебной системе. Они могут всё, что угодно придумать. Я правильно понимаю, что сейчас ваша так называемая деятельность, но не очень хочется слово «борьба» произносить, но, допустим, деятельность по защите своих прав и прав детей продолжается. То есть рано ещё торжествовать, и в то же время хочу вам порекомендовать вообще не использовать даже такую риторику, в риторике такую лексику, как «бояться, я боюсь возвращаться». То есть вы продолжаете свой, ну, процесс защиты себя, своей семьи, своих детей, потому что люди, которые наносят, начиная там от простых каких-то абьюзивных газлайсинга такого, да, приёмов, которые наносят физическое увечие, терзают душу, они с удовольствием будут продолжать это делать, когда мы их с вами боимся, этих людей. Неважно, на улице, там, во дворе, в школе, в семейной жизни. Поэтому бояться не надо, надо просто продолжать достижение своих целей. Какая цель? Цель же у вас вырастить детей, у вас же нету цели отобрать у вашего супруга миллионы, или есть у вас миллионы? Как, кстати, его зовут? Давайте я к нему обращусь, я узнать не знаю. Улжас Кудайбергенов. Улжас Кудайбергенов. Улжас, здравствуйте, меня зовут Дана Нурманбаева. Мы где-то с вами в параллельных мирах живём, я всё время о вас слышу, о каком-то таком вашем, о вашей высокой влиятельности, о ваших высоких компетентностях, в ваших компетенциях. Это всё здорово, конечно, быть политически активным, значимым, может быть, для истеблишмента нашей страны. Но когда у тебя дома беспорядок, это, наверное, не очень хорошо. Я вот про таких людей всегда говорю, ты не хотел бы пойти домой и навести там порядок? Даже если ваши жёны, господа, бывший супруг Даны и бывший супруг Мульдар, даже если они 350 тысяч раз вам разонравились, если они перестали быть такими хорошими, если они не такие уже симпатичные, может быть, даже, извините меня, конечно, сори, старею, я, например, тоже уже девочка немолодая. Но вы когда-то их повели к алтарю, ну пусть даже к нашему казахскому, вы открыли им бед через все эти красивые наши обряды, ритуалы, вы родили с ними детей. Я снова включаю патетику, потому что я просто считаю, что это очень инструментативно и очень здорово влияет на то, чтобы у человека что-то щёлкнуло в голове. А вы можете быть регулятором этих процессов, взять себя в руки, в конце концов, засучить свои мужские рукава, прийти к своим женщинам и сказать, дорогая, может быть, я уже давно люблю другую, но я с тобой родила этих детей. Давай мы сейчас сядем, возьмём бумагу, ручку, всё начертим, нарисуем красиво, цивилизованно, культурно и примем решение. Мы его выведем сейчас с тобой на бумаге, с ручкой. Сделайте, пожалуйста, это. Не томите и не перекладывайте свои личные, семейные, внутренние вопросы на суд общественности. А в этих случаях что с Даной, что с Мольдор, это вообще обсуждает вся страна. Вот это и есть настоящий уяд на самом-то деле. Не уяд то, что делает Дана, то, что делает Мольдор, что они просят помощи у людей, а потому что на самом-то деле только родственники первого круга должны решать эти вопросы и помогать их решать. Вот во что превратилось. Видите, мы сегодня читаем вам целую лекцию, я читаю. Так что, господин Улжас Худайбергенов, прекратите, пожалуйста, не в том направлении, не в том векторе, не в том русле создавать вот эту процессию. Наоборот, завернитесь во внутрь семьи. Вот Мольдор находится за границей. Она не может, даже когда закончится её учёба, правильно, Мольдор, вы не хотите вернуться. Представляете, какой над ней висит огромная туча, какая-то нервная, не знаю, пелена, что она не может приехать к себе в страну. Её папа в стрессе, её брат там тоже приезжает. Даже опять же говорю, если они, допустим, где-то, например, теоретически, что-то там нарушили, вы можете это внутри семьи решать? Я не могу понять, в чём сложность. Господа, прекратите чувствовать себя сильнее, мощнее, влиятельней. Про влиятельность сегодня поговорим. Мольдор, у вас несколько минут осталось, но вы, между прочим, очень интересные мысли сказали. Давайте мы вас отпустим, но прежде чем вы уйдёте, мне кажется, очень напрашивается какая-то ваша кульминационная фраза, сообщение ко всем казахстанцам. Спасибо большое, Дана, за площадку. Я очень уважаю вас, очень прислушиваюсь к вашим мудрым словам. От себя хотела бы обратиться к казахстанцам в сообщение того, что в первую очередь очень большая благодарность народу. Я до этого много раз слышала, что вы чувствуете поддержку народа, я это почувствовала, мне даже как-то морально легче стало. Я всё это время как панцирь всё в себе копила, копила. Я просто боялась осуждения и огласки, но после того, как я вышла в публичность, я получила неимоверное количество сообщений, поддержки, и я просто мне морально стало легче. Я вот, как говорят, поделись своей болью с другими людьми, тебе ношу станет легче. На самом деле это правда. Поэтому большая благодарность во-первых, людям всем, и я думаю, мои дети это видят. Это для них тоже как урок, что нельзя бросать людей, надо всегда протягивать другую помощь, неважно, на каком ты ранге, статусе. Во-вторых, я очень верю в добро, я верю в справедливость, я верю, что этому истории будет хаппи-энд. Я очень позитивный человек, поэтому я держусь, несмотря на сложности, что и с моим отцом все будет хорошо, и с братом все будет хорошо, и что дети вырастут достойными людьми, несмотря на стресс, который они испытали. Сейчас у них все лучше эмоциональный план. Мольдер, скажите, пожалуйста, вы к Колжасу открыто и в публичном поле обращались? Потому что я не так давно на вас подписана, и, честно скажу, физически невозможно все просмотреть, все проанализировать. Может быть, я пропустила что-то, вы обращались к нему вот так открыто, как я сейчас обратилась? Нет, публично я не обращалась, я обращалась вот до этого через детей, когда они разговаривали, и когда у нас было общение более-менее нормальное, до того, как это сейчас давайте сейчас это сделаем, давайте сделаем это, вы, конечно, смотрите, ну, из-за того, что у нас с вами зум-связь, как вам удобно, вы можете либо в свою камеру посмотреть, либо со мной разговаривать, но обратиться к отцу своих детей с какими-то своими мыслями, словами. Ужас, пожалуйста, не вреди моей семье, давай останемся товарищами, друзьями, родителями общих детей, это в долгосрочной плане тоже, я думаю, ты потом об этом не будешь жалеть, не будешь без стыда смотреть детям в глаза, за свои поступки, потому что все равно все это хранится в архиве, да, в жизненном, и я думаю, в будущем все это вернется, все, что ты делаешь, все возвращается к тебе, хорошие, плохие поступки, поэтому ради будущего детей, ради, да, я думаю, я прошу тебя, чтобы ты прекратил вредить моей семье, моему отцу, брату, это самое торговое, что у меня есть после детей, вот, спасибо. Лжас Худайбергенов, как можно было вообще с такой женщиной расстаться, ну ладно, это ваше личное, Мольдер, очень хорошие слова вы сказали, если после такого обращения будет продолжаться зло, разрушение, нанесение обид, я думаю, что после вашего сегодняшнего обращения, после моих слов, после, вот, сейчас с Даной продолжим говорить, если эти парни не образуются и как-то вообще не вспомнят, кто они, для чего они в эту жизнь пришли, вы же друзья пришли не разрушать, вы же пришли созидать, семечки свои разложили, детки ваши родились, а вы хотите, чтобы никакими выросли, когда они видят такими вас, да, Мольдер, спасибо большое, мы будем прощаться, и мы искренне, здесь все в студии, нас здесь шесть человек, мы вам желаем, как вы сказали, хэппи-энда, детям передавайте привет, дайте слово, что вы поговорите с ними на их, в соответствии с их возрастом языке и расскажете им правду, обещаю, спасибо большое, да, и сейчас бегите на свои соревнования, мы продолжим эфир с Даной, и до новых встреч, спасибо, до встречи, послушали вы историю с Мольдер, да, несколько слов тоже напомним зрителям, как мы с вами подружились, так сказать, у Даны есть подруга Айжан, которая не только, я так поняла, просто дружит с Даной и пьёт с ней чай на кухне, но ещё очень сильно радеет за все её сегодняшние, переживает очень за все дела, за всё то, что связано с детьми, с семьёй, опять же, с разводом, который, я так поняла, несколько лет уже длится, 4 года, юмаё, это же так долго, и вот Айжана мне написала, значит, Дан, обратите внимание, и я снова напоминаю своим читателям, говорю, друзья, но я не участвую вот в этих общественных делах, как таковых, с точки зрения физики, то есть я, если раньше, много-много лет, то есть я входила во всякие группы общественные, сидела на рабочих встречах, помогала с формированием каких-то нужных документов и так далее, то есть это была прям деятельность, трата времени, да, то год назад, вот почти ровно год назад, после выборов в Можилис, которые меня, как гражданина, вообще не устроили, именно как гражданина, когда мне говорят, почему тебя должны устроить, я говорю, как, подождите, я же синим паспортом живу, меня не устраивает, это вся странная, мягко говоря, история и результат всего этого, но не приняли туда новых людей в Можилис, окей, мы с этим как будто бы смирились, а как, а что делать, ты придешь, я должна прийти в Можилис и там начать стучать по столу, что ли, конечно нет, вот, но тогда я имею право делать свой шаг какой-то, некий, да, который обозначит мою позицию, и вот я тогда решила, что больше я ни в какие там общественные процессы вступать не буду, но я продолжаю вещать и отдельно помогать каким-то людям, может быть, с которыми меня там, допустим, там свела судьба, прям, вот с Айжан меня свела судьба, и опять же, смотрите, как иногда история знает такие случаи, когда дружба хорошая начинает с какого-то острого момента, и мы с ней так раз, не спорили, просто Айжан была не на той частоте, я была на другой частоте, я была более такая проснувшаяся, спокойная, а Айжан уже была в рабочем режиме, и она говорит, да, но я так и знала, что вы типа не захотите, не отзоветесь, я ей тогда объяснила свою позицию, она говорит, ага, оказывается так, но именно потому, что Айжан услышала меня, мы продолжили с ней разговаривать, дальше судьба стала разворачиваться, история, жизненный процесс так, что я сама захотела вас узнать, я говорю, ну-ка, ну-ка, дайте-ка я все-таки, ну почему-то же вы появились, говорю, в моей жизни, и тогда я заглянула к вам на страничку, подписалась, постала читать, изучать, смотреть, на вас посмотрела, заглянула к вам в глаза, через экран, и вот теперь вот вы здесь, в этой студии, в те дни я получила, прям не поверите, но несколько десятков сообщений, которые меня, эти люди, они пытались меня как бы отвадить от вас, и демотивировать встречаться с вами, так как говорили, зачем им это надо, это личная разборка, я говорю, друзья мои, личная разборка мне не нужна, никогда, ни как журналисту, ни как маме своих детей, она как бы, это личная территория, она ограждена, я не могу туда лезть, но поговорить с Даной, которая через свою историю хочет тоже и помочь, и где-то быть полезной для других, таких же подобных ей девушек, женщинам, девушкам помочь, это клево, я хочу тоже быть следующим проводником, то есть у Даной есть своя площадка, я предоставлю Дане свою площадку, и таким образом нас станет намного больше тех, кто знает, как обстоят дела и что делать, то есть задача нашего разговора подсказать более широкой аудитории, что делать, вам слово, с чем вы прилетели, что вы хотели бы самое главное сказать или начать с чего? Ну, с чего я хотела вообще начать, это то, что вообще такой посыл всем людям, наверное, берегите в своём сердце любовь, даже если она, её у вас не было, где-то в детстве, или создавайте её, творите, потому что вот это отсутствие любви становится причиной вот таких вот вещей, таких ситуаций, и поэтому наблюдайте за собой. Вот помните, когда мы в первый раз с вами поговорили, я тоже уже практически переехала на ту чистоту, тревог, беспокойство, и вы меня разбудили. Я такая, как же, я же это знаю, почему, почему я забыла, почему я вот, я же знаю, что это ведёт на другие вообще высоты. И в целом у меня вообще вот это чувство негодования, злости, его нет, есть, не буду врать, эмоции есть, но чувства, они другие, чувства такие, что всё-таки хочется, чтобы отец детей проснулся, проснулся, вспомнил, что три маленьких сердца любят его и ждут, и в целом для него это не так уж дорого, да, можно сказать, совсем недорого. Знаете, как я бы здесь немножечко подсказала бы вам, может быть, наверное, так, пусть это будет дорого, но будет совсем недорого стоить ему это, да? Это, наверное, он оценит, насколько это вообще правильно, выгодно и в целом в будущем, как это вложение отыграется, да, когда он повзрослеет, помудреет. Дан, а вы не пробовали либо сама, прям, допустим, поизучать, либо, может быть, откуда-то слышали или прочли? Хочу сейчас просто понять уровень ваших пониманий вещей и процессов. Что в голове у человека, в частности, у мужчины, у вашего бывшего супруга, когда они, когда он, разбираясь с вами в плоскости там социальных вопросов, бытовых вопросов, забывает про то, что эта ответственность прежде всего ваша общая, но за них, за троих детей. Что в голове, как вы думаете? Чем заполнен разум? Или что его заместило в этот момент? Знаете, заместили истины, которые у него были. Я, как человек, который согласилась выйти за него замуж, которая поверила ему и родила троих детей, могу точно сказать, что когда мы встретились, у человека эти ценности были, случилась подмена ценностей. Сейчас есть такие новые веяния, тренды, но люди забывают, что на самом деле семья – это такой сакральный проект, ради которого человек должен работать над собой, работать над собой, развиваться, понимать, что вот эта хотелка меня не приведёт к добру, а вот здесь где-то отказать себе, оно приведёт именно туда, куда надо. Поэтому здесь важно уметь слышать себя и слушать, слушать и слышать, понимать, причину своих действий. Я так понимаю, что вообще причиной вот этих вот каких-то агрессивных действий в сторону меня, своих детей – это страх, это отсутствие любви. А страх чего? Перед чем? Знаете, часто так бывает в детстве, что вот, допустим, у меня, я всё детство прожила в антронате практически. На протяжении всей моей супружеской жизни был такой страх, как бы моя семья не разрушилась, но, как мы знаем, когда мы боимся, это как раз и случается. Да, вот. И в то же время, допустим, кто-то может родиться в бедности, в такой бедности, что, ну, нечего есть. Когда такая бедность случается, люди потом на протяжении всей жизни могут бояться именно этой бедности. несмотря на то, что у них там могут быть миллионы и миллионы, всё равно эта бедность будет их преследовать. Это как говорится... Синдром бедного человека, он тяжело... Да, можно вытащить человека из бедности, но вытащить бедность из человека крайне сложно, потому что этот страх на подсознании живёт. Вашего супруга Марат, да? Марат. Марат. А Марат в смысле жил в бедной семье, что ли, в детстве, или что? Ну, тогда все жили бедно. Тогда все жили бедно. Просто, мне кажется, всё зависит от отношения, да, к тому, как ты живёшь. Допустим, мы тоже жили небогато, да, в нашей семье, допустим. У меня брат с сестрой считают, что мы жили очень бедно. В то же время я считаю, что мы жили классно. Это ведь от восприятия зависит. Да. Конечно, сам фактор личности, он, конечно, один из главенствующих. Знаете, мы с вами, вот перед тем, как включились камеры, всё-таки несколько вопросов вам задала. Опять же, почему? Потому что мы первый раз видимся, потому что то ли Инстаграм история, то ли повествование, там, и рассказы через экран, то ли живое общение. У вас сейчас какая самая главная цель уже после решения в Верховном суде? Как я понимаю, Верховный суд выбрал вашу сторону, и вы очень радостно восприняли это событие. Вот как теперь, вот с того момента прошло не так много времени? Смотрите, да, на самом деле наши судебные процессы очень сложные. Это такое дерево толстое, корень, я и Марат, а ветки, это наши разные разбирательства. И вот есть такая ветка алименты, которые в самом начале решались не совсем справедливо, но благодаря моим пикетам, я встречалась с людьми, я встречалась с председателем горсуда, Минюста, руководителем палаты часы, со всеми, вот даже ФНБ, сам рук казна, они получили свой выговор отсюда, административный штраф, сотрудник, да. Все вот эти нарушения в части алиментов я добилась, правда? к сожалению, несмотря на то, что и долг выявили, и все там, все уже написано, решение есть, но несмотря на это долг не выплачивается, игнорируется, но главное, правда есть, а думаю, следом придет и исполнение. А какое время игнорируется, вот с какого момента? Смотрите, мы определили долг, кажется, в декабре, да, в судом, мы его ранее определили, просто человек, пытался уйти, у нас, к сожалению, законодательство так построено, что по закону женщина имеет право, дети имеют право на алименты со всех доходов, но по факту, когда мы подходим к этому, да, приходится это доказывать, причем непосредственно алиментщики, да, должники, они имеют право обжаловать каждое постановление часы, каждое решение суда, они могут там найти какую-нибудь заковырку, и это может продолжаться бесконечно, бесконечно, можно до 18-летия детей судить. у нас сегодня такой интересный эфир. Уважаемые господа алиментщики, безотносительно к истории Мольдер и к кейсу Даны, а я не могу понять, вам что, жалко поделиться своими доходами, ничего не пойму, то есть, я уже не говорю про базовую правовую ответственность за это, зачем укрывать все другие прочие источники дохода, когда со всех сторон, во всех смыслах, только что данное правильное слово произнесло, выгода, люди привыкли, что если мы говорим о выгоде, то это как-то сопряжено с корыстью какой-то, или с прямыми интересами, выгода, это еще и про счастье, и когда у вас есть 10 рублей отсюда, 100 рублей отсюда, 50 отсюда, и вы из каждого источника своих доходов жалеете для своих семечек, для своих потомков, ну как минимум это странно, а как максимум это грозит очень большой в итоге, либо где-то в промежутке огромной ответственностью, и ее придется все равно нести, там не знаю, кто во что верит, смотря, да, потому что законы природы, они не нуждаются в том, верите вы в них или нет, они просто работают и все, как Андрей Макаревич поет, ветер сначала маленький, потом больше, больше, и природа не знает ни зла, ни добра, природа просто топит, у нее есть там климатические особенности, есть полярности, есть разные погоды, разные, все полярно, так же здесь, то есть если вы не будете этого делать, то, во-первых, судом уже принято решение, его нужно исполнять, саботировать решение суда нельзя, даже я со своим буйным характером не могу саботировать, и когда меня суд обязал там выплатить одному человеку, после апелляционной инстанции, я, несмотря на все свое несогласие и протестность, я, конечно, это сделала, почему? Ну, потому что мне нужно завтра улетать, дальше что-то делать, иметь отношение с электронным правительством, зачем мне вот эта метка, да, поэтому вы отдыхать же захотите завтра с своими новыми компаниями, с друзьями, поэтому надо выполнять решение суда, вот такая ремарка, тоже обращение к вам, алименщики, давайте, раскошеливайтесь, да, как будто у вас кто-то отнимает ваше, если бы вы знали, какие законы были в Италии до недавнего времени, вы в курсе, да? Нет. Вот такие законы, они были, закон Италии, буквально совсем недавно претерпел изменения, после развода все, все, что принадлежало семье, остается женщине и детям, все. Я, конечно, могу в чем-то ошибаться, в нюансах, потому что я не изучала этот закон, я слышала, кстати, про него. Сейчас его изменили, то же самое в США, просто на живом примере, это касается прям моей семьи, у моей старшей сестры, муж, он был в разводе к моменту их встречи, и четверо дочерей и супруга, ну, в смысле, он расстался со своей женой, вот, но хотя дочери были взрослые, именно своей бывшей жене, гражданин США, выплачивал до ее наступления 65 лет, очень большую сумму, существенную, чуть ли не половину своих доходов, и спокойно, смиренно это делал, почему? Потому что закон работает и попробует его наружь. Какой сегодня у вас статус? Что вот, в каком состоянии? Алиментные у нас дела выиграны, если он, конечно, опять не придумает какую-то жалобу, обжаловывать, решение обжаловать, но вроде до верховного дошли основные иски, верховный решил их в нашу пользу, я думаю, это разумно и справедливо, вот, права детей, я долго об этом пикетировала, много, перед АП, верховным судом, везде, что права детей неприкосновенные. Могу здесь вас перебить, когда вы говорите про права детей, вы больше всего имеете потребности базового плана, то есть, как жили в хорошем доме, пусть живут в хорошем доме, без ущемления, там, допустим, пользовались какими-то благами, на ваш взгляд, все должно оставаться ровно так, как было, и не меняться ввиду того, что папа захотел расстаться с вами. Да, я считаю, что, ну, вот честно, да, перспектива такая, да, что мы живем где-то на съемной квартире, папа живет во дворце за 2 миллиона долларов, и мои дети идут, и гостят там, как бедные родственники, мне кажется, это такая очень жесткая манипуляция сознанием детей, да, что вот если вы с мамой, то вы живете так, а если вы с папой вдруг захотите жить, у которого еще очень много свободных комнат, то вы будете жить так. И, знаете, дети, мне рассказывали, бывали такие случаи, когда дети говорили, мам, может, я буду, не мои дети, нет, я знаю таких случаев, да, может, я буду жить с папой, у него же денег больше, ну, как это, зачем так делать, я даже не могу дать этому какое-то объяснение. На вашем примере, ну, вот на примере вашего и семейной жизни, и расставания, как вы думаете, зачем папе после расставания с семьей, после ваших взрослых решений так сильно нужно забрать детей к себе? Вообще, в целом и общем, да, уйти от детей и жениться в третий раз, это не поощряется обществом, правильно? Это первый момент. Второй момент, это то, что этот момент можно сгладить. Как? Забрать детей к себе, сказать, что вторая жена не очень, дети сами захотели жить со мной. Вот. И третий момент, это, конечно, самый такой, ну, понятный, это то, чтобы жена, бывшая, не претендовала ни на какие там, то есть он уже будет иметь моральное право на то, чтобы оставить и бывшую супругу без ничего. Ну, это больше про дискредитацию вашего, там, имени, имиджа, репутации, или все-таки это вопрос финансовый? Вот зная своего супруга много лет, зная его буквально, буквально. Я думаю, тут, знаете, вообще по идее тут и то, и то, да, потому что я вообще думаю, что вот это тайное выселение, которое произошло, на самом деле соседи видели, как он выселяет нас из дома, спрашивали, почему, что происходит, куда. Правды он не сказал. Он сказал, мы переезжаем в новый дом, а чтобы его отремонтировать, нам надо продать этот дом. И как бы соседи удивились, мы же в хороших отношениях, паркете, раях, там, стол, да, попрощаться, объясниться, почему так быстро, скоропалительно. Он не стал объясняться, и я думаю, это связано с тем, что перед нашими соседями, у которых есть доброе имя, именно не попасть в ту, это была еще одна причина выселения, да, чтобы соседи не увидели, что он ушел. Сохранить свое лицо, типа, да? Сохранить свое лицо. Прикольно, вы сохраняете лицо через ложь, так интересно. Он думал, что если я буду жить где-то в квартире, ну, будут сплетни, но наглядно никто не увидит. Не увидел, не доказал. А тут все это видно, и, естественно, уже. Только что вы были свидетелем нашего общения с Мольдорой, где-то даже участвовали в нем. Я задавала ей вопрос, что, вот и до этого я его озвучила, но мы как-то с вами ушли в другую сторону. С чем сегодня вы обращаетесь и к миру, и к своим, опять же, вот ко всем нам, и, конечно же, к нему, к самому, к Марату? Что вы хотите сегодня? Сегодня я хочу, конечно же, мира дан. Четыре года, серьезный срок. Я хочу, чтобы Марат услышал меня, что дети скучают. Я знаю, что ты тоже скучаешь, ты любишь их. Так зачем? Почему какие-то бумажки для тебя имеют большее значение, чем твои родные дети? Ты же, наверное, не унесешь с собой туда воспоминания о своих покупках в лакшери-хаус. или талант-хаус. Это вот то, к чему многие люди стремятся, а может быть, ты все-таки унесешь добрые отношения с детьми, эмоции, их детство, то, как они тебя обнимали своими маленькими ручками. Это дороже. И здесь про то, что как бы я не знаю, я не могу сказать это. Марат, опомнись. Дети не всегда дети. Проснись. Включи свою голову, ради Бога. Вы имеете в виду, что дети вырастут? Вырастут, конечно. У детей есть самое прямое свойство, они растут. Я сама, с каждым днем все больше и больше понимают нас взрослые. Это моя больная тема, на самом деле, потому что я прочитала вашу книгу, увидела, как вы, один момент был такой, что когда Дилан подошел ко мне, и мы смотрели все вместе кино, и он хотел что-то спросить. Конечно, я могла его сказать, давай попозже, после кино, но я видела, что его это беспокоит, и остановила, и выслушала. У меня прям сердце упало, я же пишу, сижу, документы, все. И вы знаете, если я два раза, скажем, остановлюсь и послушаю, прям сфокусироваться, да? Сфокусироваться. Да, по правде, вот, по-честному. А иногда это просто, ну в основном, к сожалению, это вот, что-что, да-да-да, можно, можно. Зачем? Айсана решит. Я занята, да. Да, и мне так больно стало. Сколько я таких моментов упустила. Мне стало очень больно, и я с того момента отслеживаю эти вещи. Отслеживаю. Это важно. Нельзя упускать. Да, видите, вы даже в таких, казалось бы, тонких нюансах и очень таких ситуативных, да, моментах думаете теперь, допустим. Ну я не говорю, что вы раньше не думали, но именно в таком. Не думала. Вот, да, теперь думаете и хотите каждое обращение ребёнка дать ему в ответ, ну, скажем, взрослое, взрослое слово своё. А здесь целый большой взрослый человек, ещё и папа этих детей, да, который, опять же, повторяю, ну, поскольку у нас сегодня такой нетипичный подкаст, когда-то предложил вам руку сердца, сказал, дорогая моя, поведу тебя на край земли, ну, допустим. Да, сказал, давай рожать много красивых, умных людей. Красивых казахов, нас должно быть много. А потом раз, я как-то даже в посте написала, и девочкам это понравилось, а потом такой встал, отряхнулся, штанишки поправил, и снова жених. Никто ничего не имеет против ваших личных, там, ощущений, разлюбил, полюбил другого человека, хотя я, как человек высокого сознания не могу это понять, что у любви есть свой путь зрелости, ты сначала влюблённый, потом ты привыкаешь, потом ты даже раздражаешься, потом тебя даже что-то может опротивить тебе, вплоть до отвращения, а потом у любви происходит этап дружбы, и только потом настоящая любовь. Вот как бы история любви так очень грубо и в двух словах выглядит вот так. И в какой-то момент, когда, может быть, вам, парни, становится как-то, ну что-то она какая-то стала не очень, например, или там вдруг вскрылись какие-то качества, о которых я не знал, ведя её к алтарю, но для этого взрослым и дан мозг, ум, руки, сердце, голова, навыки, профессия, знания своего дела, чтобы вместе это не то чтобы исправлять, а в этом расти и помогать друг другу становиться лучше. Вот оно опять выглядит немножко как нотация, но а что делать? У нас с вами задача этого подкаста и в ужасе, и в марате, и в таких подобных ребятах пробудить самое главное. Вспомните вообще, мало того, что кто вы, и что этих детей родила не я и не наш оператор Данияр, а вы вместе. И поэтому всё, что связано с детьми, здоровье, безопасность, их жизнь, их будущее, вам ещё их женить, выдавать замуж, но только вы можете это решать. Ну какого фига вы нам это предлагаете решать? Хорошо, позовите меня домой, я приду, и такой там порядок наведу, вы себе даже представить не можете. Если бы я была на месте Даны, Марат, ты даже не представляешь, что бы с тобой было сегодня. Простите, это была сатира, юмор и сарказм. Едем дальше. Дан, я хочу вот что спросить. Давайте поговорим о социальных сетях. Да, давайте. У вас, ваша страница, ваш аккаунт в Инстаграм чётко идентифицирован, его ни с кем не спутаешь, видно вас сразу издалека, ну вы клёво его ведёте, ничего не стесняетесь, слов не подбираете. Вам соцсети больше помогают, или с ними приходит и негатив? С ними приходил негатив, но я научилась с ним справляться. Да, то есть я просто блокаю, я пытаюсь объяснить сперва, я пытаюсь объяснить, я говорю, вот, но если я вижу, что человек просто в своём намерении меня довести уже, поставил чёткую цель, да? Зачем он тогда? Зачем он тогда? Я просто блокирую, и всё. А вот Айжана о вас рассказывала, что вы боевая, и как-то даже с Айжаном нас не то чтобы сравнивала, просто мы же обе карагандинки, она говорит, вот вы такие аргынки, вы аргынка? Да. В последнее время стала часто я об этом говорить, но даже дело не в этом, что мы из Караганды, что мы там центрально-казахстанские, боевые такие, степью, буквально степью взросшенные, и ваши подруги говорили о вас именно как о храбром человеке. Как выглядит вот храбрость семейной жизни? Можете подкровить? Я скажу, да. На самом деле, когда мы только поженились, ну, были ссоры. Когда в первый раз Марат поднял на меня руку, я просто собралась и ушла, потому что у меня не было детей, ничего, я сказала, зачем ты мне, если ты такой? Но потом он приехал, ждал меня у брата дома до часу ночи, и брат уже сказал, ну, выйди ты. Я вышла, и мы вернулись домой. А в следующий раз, когда такое произошло, я просто с развороту дала ему пяткой в глаз. И на совещание ему пришлось идти, замазывая синяк у визажиста. Но, к сожалению, не то чтобы к сожалению, но я очень дружила с Маратом мамой. У нас были тёплые, вот чуть ли не мать и дочь отношения. И он мне сказали, да, она ер адамға цюнет. Цюнет. Берге немеряй, шуберяй, сьёпсендер, ос вымирн, ен. У меня тахикардия. Капец, это ага-ага. Да. Ен баста байлаган, куресендер. Осы немеряй, шуберяй, семья, вот это всё. То есть, если проще говоря, он сказал, никогда не поднимай нам. Я-то точно поняла. На ваши слова мы наложим титры, если вдруг кто-то не понимает. Конечно, целая теория. Это даже не НЛП, я скажу, это прям школа манипуляций, да? А вот знаете, это же всё ещё приправлено любовью с её стороны ко мне. Тепло сказано. Енешка нас не укормила. Она вот со мной на роды ходила. Ну и чё ваша храбрость? Куда она делась? Значит, нифига вы не храбрая. Ну, если честно, я просто уважала Ене. Вот. Я её любила. Скучаю. У меня младшая дочка, кстати, интересно, да? Енешка скончалась в 2017 году, и я практически сразу забеременела. И моя младшая дочка родилась практически ровно через год после её смерти копия её. Надо же. Смеётся, вздыхает, разговаривает. Такое, знаете, создаёт настроение в обществе. Она такая лёгкая, она всегда весёлая. Если она злится, то она всем настроение испортит. Если она весёлая, она всем поднимет. Ну, будет вас поддерживать, ваши аруахи будут поддерживать. Дана, я почему не случайно заговорила обо храбрости. Дело в том, что вот как раз в те дни, когда мы познакомились, я получила очередное сообщение о вас. Ну, ничего, в общем-то, люди спасибо большое не писали, там такого уж прям откровенно оскорбительного. но пытались во мне засадить даже скорее зерно сомнения. Именно, повторюсь, демотивировать меня с точки зрения интереса к вашей персоне. Мол, типа, ну зачем оно тебе нужно? Вот. И один из аргументов, который был предложен, якобы там, знаете, у нас есть такой компромат, компромат на данную, она такая драчунья, и даже там Марата там побила и так далее. И я вам тогда сразу сказала, я, естественно, честно скажу, ничего не передавала Дане, никаких скринов, но я Дане сказала, Дан, в эпоху постправды столько разных приёмов и столько разных моделей можно, ну не то, что смоделировать, ну да, в общем-то, смоделировать, сочинить, а может быть даже, и даже если это отчасти правда, и пусть это будет правда. А чего вы так переживаете, не стесняйтесь? Это же всё про жизнь. Да. У меня был в жизни момент, когда там на меня первый супруг поднял руку, я совсем юная была ещё, я рядом схватила табуретку, этой табуретки и табуретка ему дала не то, что по башке, а по нему прям. Поэтому вот это я бы не назвала бы насилием, это была настоящая драка, честно говоря. Поэтому, когда вы рассказали о том, что у вас тоже был подобный случай, я вас сразу успокоила, сказала, это про жизнь, не надо этого стесняться. Допустим, у меня нет ни одного случая в моей судьбе, который я прячу в шкафу и хочу, чтобы непременно до конца моих дней никто об этом не узнал. Мне вообще этого неохота. Знаете всё, что вот есть? На самом деле, да. Расскажите про это. Да, на самом деле, наоборот. Я вот... А без оружия ваших оппонентов? Да, на самом деле, скажу так, да, у меня есть желание это вытащить, но меня отговаривают мои адвокаты, я, конечно, к ним прислушиваюсь. На самом деле, ситуация такая, что в тот момент, после тайного развода, я уже заметила, что меня откровенно, да, как-то где-то провоцируют на ссоры, и был такой момент, что я получила серьёзное увечие, после которого очередного вот именно насилия в мою сторону физического. Вы зафиксировали это, чтобы у нас не был просто разговор? А, я это зафиксировала, но, к сожалению, в суде, когда был процесс о защите и чести и достоинства Марата при переписке ватсап, где Марат признаётся моему брату, говорит, сейчас приедет полиция, скорая помощь, и всё, кирдык мне, нахат, на дамбу майт, блин, на старости лет, вот такая фигня, это то есть скорая приезжает за мной, и потом всё обошлось, но эта переписка осталась. Потом между нами, у меня есть от врача справка, которая зафиксировала, что там всё было, но суд не принял. Ни одну доказательство. То есть во внимание не принял? Во внимание не принял эти доказательства. Интересно, у нас ведут сосуды. Интересно, согласна с вами. Так вот, после этого случая мой дух проснулся. Я где-то 8 лет абсолютно уже, я потеряла дух, я думала, всё, вот это моя судьба, это моя участь, надо просто находить способы не попадаться под горячую руку. Дам, ты умеешь. Молчи, молчи. Янешка говорила, молчи. Я настолько уже потеряла себя, да, где-то, что а тут во мне проснулась. Была обида за Яне, была обида за вообще все годы прожитые, и при очередной ссоре я просто не выдержала. И на трёхэтажном мате высказала всё, что я думаю о мужчинах в этой семье. при этом я, конечно же, да, там есть эпизод, когда я защищалась, этого из песни, слова из песни не выкинули, да, было. Вам как-то за этот эпизод, ну, как вы себя чувствуете, там, неудобно, стыдно? На самом деле, да, я чувствую за себя гордость и радость, скажу почему, потому что вернулась настоящая Дана, та Дана с интерната, которая могла постоять за себя, которая никому не давала спуску, она никому не лезла, но если к ней докапывались, она за себя стояла. Ну да, вы такой классический антихам, но вы так не делаете, дорогие мои. Но при этом, смотрите, здесь же тоже, опять же, у нашего диалога, у нашей беседы есть не то, что есть, а задумана практическая польза, такой прикладной смысл. То есть мы с вами не просто обсуждаем кого-то или ситуации какие-то, но ещё и хотим быть полезными, да, и в этом смысле тонкая очень грань между тем, чтобы защитить себя и тем, чтобы не быть подобным таким насильником. То есть многие годы я популяризировала теорию антихрупкости, ой, антихрупкость, я так люблю антихрупкость, многие годы я популяризировала теорию антихамства и говорила, что у антихама, может быть, вы не слышали, я вам, используя случай, тоже вам расскажу. А, я помню, помню. Вспомнила ваши посты. У вас такие же приёмы, такие же модели поведения, как у хама, но только посылы разные. То есть хам приходит условно в какое-то маленькое общество, там, не знаю, в общественном питании или там в публичном месте. И у хама задача указать всем на их место. Типа, так, ну-ка, все расселись, здесь буду я, рулевым. Антихам в этот момент, если среди круга людей есть так антихам, он просыпается и говорит, алё, хам, ну-ка, ты, либо ты покинь, либо ты будешь здесь выполнять, точнее, соблюдать нормы поведения, которые приняты в нашем кругу общения. Даже если это стихийное сборище. Вот. И поэтому у антихама методы очень похожи, они идентичны, как у хама, но только цели разные. Антихам приходит в жизнь людей для того, чтобы упредить хама, для того, чтобы купировать поведение хама. Понимаете? Поэтому то, о чём рассказываете вы, это вот как раз можно назвать, ну, обобщённо, что это поведение антихама. В то же время, спустя годы, ну, мы же все взрослеем, постановимся, ну, я полагаю, что, да, более разумными, мы хотим стать лучше. И вот продолжая всё-таки быть антихамом, я просто меняю инструменты. Мы с вами в «Рабочем зуме» об этом говорили, помните? Да. Когда меняешь тот же посыл, те же мысли, но ты их облекаешь, надеваешь на них другие одежды, по-другому интонируешь, по-другому подбираешь формулировки, сами мысли, формулируешь иначе. Для чего цель какая? Не просто там тому же Улжасу или Марату там херакнуть. Нет. А цель такая, Марату, Улжас, и, повторю, и вам подобные, вы просто очухаетесь, проснитесь. Повторяю, специально нудю на эту тему. Ваших детей родили не мы, операторы, инженеры или журналисты, редакторы этой студии, а вы. Вот, собственно, и весь ответ. И когда вы вдруг захотите прийти, например, с такой, как я, не обязательно со мной, на какой-нибудь батл, на какую-то дискуссию, нам поставят два барьера, и через пять минут дискуссия закончится. Потому что вы не сможете ответить на самый первый базовый вопрос. Почему историю ваших семейных отношений, супружеских отношений, безопасность ваших детей? В конце концов, давайте будем честными, социальное и материальное благополучие ваших детей должны обсуждаться как гладиаторские бои на огромной арене. Ну, с какого такого, извините, перепуга? Вот, поэтому, продолжая тему, что, ну, вашей храбрости, хочу еще раз сказать, что вы молодец, что вы так сделали, но лучше так не делайте. Да, лучше, да, пусть несовершенное, но правовое поле, оно в любом случае развивается. И второй момент, блин, первый раз, когда вы получили насилие, бытовое насилие, и у вас не было еще детей, но вас как-то там молдап-сулап уговорили остаться, вот там зерно, и там эффект по эффекту бабочки, и был момент, когда можно было поменять свою жизнь. Ну, это, я не к тому, что вы же, дети ваши должны были родиться. мои красивые дети, и я вот, если честно, за что благодарна. У меня очень умные детки, и вообще, Марат, да, я скажу, да. Обращайтесь, конечно, потому что у нас открытая свобода. Марат, вообще, на самом деле, ты очень умный, харизматичный, трудолюбивый человек, да. Просто цели у тебя изменились, и это грустно. Раньше, когда у тебя были правильные цели и ценности, ты шел туда, это все имело смысл. Сейчас же, когда цели твои изменились, ты заметь, твоя жизнь начала рушиться с кирпичиком по кирпичику. Поэтому надо уметь делать выводы, а не просто период. Конечно. Потому что Вселенная уже дает тебе знаки, что ты не к тем целям идешь. Это так очевидно, но так почему-то сложно людям понять. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Всегда кажется, что это очень примитивные, простые знания, а на самом деле, это самое сложное для людей. Легче, может быть, какие-то математические формулы решать или задачи, или законы физики доказывать. Вот, а здесь, короче... На самом деле, да, знаете, я два года не могла поверить, что у Марата поменялись ценности и цели. Я не могла в это поверить, потому что столько лет с ним проживя, несмотря на его какие-то минусы, вспыльчивость и прочее, все-таки он очень многому меня научил. Той же продуктивности. Вы знаете, извините, что вас перебиваю, вот опять же, Марат, когда Дана переступила порог нашей студии, первое, ну, естественно, мы познакомились, обнялись, и первое, с чего я спросила, с чего начала, расскажите о Марате, какое. И Дана не стала говорить о том, какой вы, там, может быть, абьюзер были, или там были спыльчивым, хотя я вообще тоже не понимаю, ну, ладно, эта история не про, не социальная тема. Столько хорошего сказала, столько рассказала о ваших сильных сторонах, о том, какой вы там шикарный переговорщик, какой вы трудоспособный, что тоже сегодня большая редкость, такое качество, все хотят лежа на диване зарабатывать большие деньги, вот, и что вы, там, душа компании, ну, в общем, много про вас хорошего сказала, и о вашей маме столько хорошего сказала. Оставьте свои сейчас текущие дела, придите, пожалуйста, решите нормально все вопросы. И, кстати говоря, вы делили, что после решения Верховного суда со стороны ваших оппонентов поступило предложение о перемирии, да? На самом деле, смотрите, вроде как, не прям от оппонентов, на самом деле я увидела это в сторисах от его представителей, где вот его защитница говорила о том, что да он готов дать, что ж ты не попросишь? А я говорю, да я готова попросить, у меня нет такой там гордости или еще чего-то, да, я готова поговорить, объяснить, да, объяснить, почему так, а не иначе, почему я имею на это права. А может, если ты объяснишь, если я не имею, то я готова... Послушать. Послушать, да, прийти к какому-то компромиссу. но когда мы обратились непосредственно и передали наши условия, мы услышали в ответ, что совсем не то, да, совсем не то, человек не готов договариваться, видимо, уже вложено слишком много усилий, ресурсов. Решили до конца идти. Да, решили до конца. Да, ну, хочу перевести немножко тезис нашего, ну, другой тезис, порассуждать, пообсуждать. Так, что-то я заговорилась. Давайте поговорим о ваших детях. Что они говорят, ну, вы же их хорошо знаете, если они не произносят слух, как они себя чувствуют, поделитесь, пожалуйста. Знаете, сын у меня закрылся. Это вот единственный сын Марата, у него четыре дочки и сынок. Сын закрылся. Когда я его спрашиваю про папу, он игнорирует вопросы. Обижается. Нет, он просто делает вид, что это, не знаю, делает ли вид, или как вообще. Сколько ему лет? Семь. Девочки очень, очень любят папу, скучают. По всей родне, по отцу, по вот всем своим сердцам, с сестрам с той стороны. А папа видит их? Знаете, вот папа, конечно, немного перешел границы свои, да, летом прошлого года он сделал такую вещь, подал в суд на определение места и времени общения с детьми. Дети очень обрадовались, потому что там были такие условия, что чуть ли не каждую неделю папа забирает, каникулы вместе. Они так этого ждали, а этого не случилось. Потому что это необходимо было для каких-то других судов, чтобы показать, что я вот детей люблю, даже подал вот на это в суд. Это вам так кажется? Это мне так кажется, да. Но, к сожалению, разрешение, я полностью на первом же процессе сказала, я подпишу все, что ты захочешь. Дети скучают. Да. Да. Но, к сожалению, действия не последованы. Которые? Ну, то есть, папа не скучает, в смысле, по детям? Как вам кажется, опять же, что вы видите, ваша картина жизни какая? Такое ощущение, будто папе запудрили маски. Засунули какие-то мысли в голову. Надо держать свою голову под замочком, и не каждому давать туда зайти. Вообще никому не надо давать. Да. А вот, к сожалению, случилось такое, что вот у меня такое ощущение. Я знаю, что он их любит. Я знаю, потому что... Вопрос на засыпку. Как и Мольдер? Он их любит. Любовь – это действие. Я хочу в это верить. Любовь – это действие. Что делается, что эквивалентно вашему вот этому определению или вашему выводу, что он их любит? Как выглядит любовь папы к детям? А знаете, какая ситуация была? В общем, сынок у меня так получилось, что заболел коклюшем. Да. Он не вакцинированный. К сожалению, у нас были множественные медотводы в связи с тем, что была задержка речи. Я сразу хочу сказать, что я не антиваксер, но были... Медицинские показания. Да, медицинские показания. И вот он заболел коклюшем. Это такой раздирающий кашель. И в один из таких дней у него почти прошел кашель, но приступы случались. И, к сожалению, они усиливались, когда ребенок ел сладкое. Ну, мы все знаем, что это вот вызывает, да. На день рождения старшей дочери они, конечно же, поели торт. Ну, не могла я им отказать в этом. Поели торт, и он закашлялся. А старшие девочки вот от первого брака, Марата, были у нас. Они к нам часто приходят. Они у нас тут все. И тут они увидели, как он кашляет. И они сказали, можно мы папе скажем? Я говорю, говорите, конечно. Говорите. Я говорю, вот я на 300 тысяч витаминов закупила, все делаю, я не знаю, что еще сделать. Если он сможет помочь, я только за. И вот, знаете, удивительно, но в тот же вечер он оказался в Астане. Хотя, по легенде, он живет в Пзлорде. Но в тот же вечер он оказался в Астане, организовал врача, проверил сына. И я прям прослезилась. Я была счастлива, что все-таки, все-таки я чувствую, это есть. Хорошо, это хорошо. Это есть. Просто какая-то вот глупая гордость, гордыня, не дает, что он пытается наказать меня через детей. Ну, да, мотив просто подугомонить вас. Ты слишком разошлась, давай-ка ты, это поведение хамов. Вот приходят и говорят, вот ты здесь сиди и скажи спасибо, что солнце светит. А как сказала ваше царствие небесное, ваша бывшая кровь, что когда ты станешь совсем старенькой, вот тогда он все это оценит. Спасибо большое. Там не надо. Мы хотим жить здесь и сейчас. Да, Дан? Да. Про детей спросила, конечно, скажем так, что бы вас сейчас устроило во всем этом разбирательстве, вот этой такой очень длинной истории? Вообще, скажу, да, у меня двоякие чувства. На самом деле, хочется все это быстро прекратить. Но с другой стороны, то, как проходят суды, меня возмущает. Я не побоюсь сказать, да, вот сейчас на камеру, да, обществу, то, что суды проходят в интересах одного человека, в интересах моих оппонентов. Ни одно мое ходатайство, за исключением двух незначительных, не пропустили. Плюс, знаете, позволяют вообще-таки голословные, обвинительные высказывания, да, в мою сторону. То есть отсутствие всякой этики, этики, отношений, даже порядка в суде. Читая решения, в которых судьи чуть ли не придумывают законы, чтобы обосновать свое решение в пользу Айтенова, да, я понимаю, что, по моему мнению, это откровенно купленные суды. И армия юристов, с которыми я консультировалась, да, по моему мнению, судя по всему, как мне кажется, суды были заинтересованы в исходе дела в пользу Айтенова. В пользу, да. Слушайте, однажды мой товарищ один, я сейчас, неважно при каких обстоятельствах, сказал короткую, ну, для меня такую, просто, с одной стороны, шокирующую, а с другой стороны, настолько правдивую фразу. Он сказал так, в Казахстане нельзя болеть и судиться. Все остальное можно делать. И точно, я думаю, так, Дана, как хорошо, что ты много лет такой здоровый человек. Я вот часто-часто делюсь со своими подписчиками, да, правда, о том, что я не пью 22 года лекарств. Вообще никакие, вообще никакие, представляете? И когда мне говорят, как ты быстро выздоравливаешь, например, если у тебя там насморк или что-то, я говорю, ну, потому что это ресурсность иммунитета организма. Допустим, там залетел вирус, организм мой настолько образован, но он быстренько раз-раз там со своих полочек достает книжки, шпаргалки и что-то с этим делать. Мне даже не нужно пить чай с лимоном. Представляете? У меня брат такой же теории поддерживает, но я не могу, когда температура 40. Это ни в коем случае книг, я сейчас не, так сказать, не в упрёк. И второй момент, что вот насчёт того, что не надо судиться. Я многие годы обходила эту часть жизни общества, но 21, 22, половину 23 года, два с половиной года у меня были два процесса офигенные. Офигенные, опять же, с точки зрения их состоя... Что они состоялись. Это были два прецедента. Один был суд по клевете, другой по оскорблению. И именно в судах первой инстанции, а я считаю их самыми важными, потому что там есть высокий шанс справедливости, высокий шанс, вероятность высокая. И оба суда были в мою пользу, ну, решения были вынесены в мою пользу, я, конечно, очень рада. Потом в апелляциях, понимаете, да, опять же, мы так думаем, что в апелляции можно, там, я не знаю, ну, хорошо, даже если не подкупить, давайте будем чуть мягче изъясняться и выражаться. Типа склонить на свою сторону. И в апелляции эти решения были отменены. Вы думаете, я расстроилась? Вообще ни разу. Для меня были важны первые инстанции, потому что и в то, и в том. И в том, и в другом кейсе. Судьи были объективными, чёткими, и высокопрофессиональными. Я прям видела их профессионализм. Это так красиво. Как красиво быть судьёй. Так, мы немножко отошли от темы. Как вы себя, да, вот что бы вы хотели вот сегодня, здесь и сейчас там, после 8 марта, 9 марта мы встречаемся. Вчера вся страна, весь мир отмечал Интернациональный день женской солидарности. Что бы вы хотели? Как вы себя точнее чувствуете? Я себя чувствую шикарно. Так, да. Классно. Я бы вообще, да, если бы не суды, на самом деле я бы хотела петь, я бы хотела заниматься детьми. И я вот искренне получаю от этого удовольствие. Вот особенно, да, просыпаясь. Нет-нет, приходится просыпаться, потому что мы засыпаем, да, часто. Приходят знаки от таких людей, да, как вы, ваши книги, или там другие книги тоже. Иногда случайно видео рилс или видео ютуб. Помогают проснуться. Встряхивают, да. И я бы пела, да, и работала бы. Я вот честно, да, мне очень хочется, конечно, одну эту тему страшно продавливать, но если я никого не найду себе под руку, но я бы хотела поработать над законом об алиментах, не идти ни в коем случае ни в политику. Готовый человек в рабочую группу, господа. Да, вот в рабочую группу именно внести какие-то, вот написать, да, проект, предложение. Ну посмотрите, пожалуйста, я мать, которая прошла через это, а сколько матерей вот мне пишут в Инстаграме, говорят, Дан, бесполезно. Бесполезно. Давайте думать в созидательном ключе. Всё не бесполезно. Да. Очень важно что-то делать. Дан, с одной стороны, я не планировала сегодня на эту тему поговорить, но разговор и конкретно ваши сейчас выраженные мысли, они подвели меня к тому, что я хочу озвучить в такой вопрос. Представьте, что вы в суде присяжных по делу о Салтанат Нукеновой. Представили? Ой. Это, я не знаю, я же сама жертва бытового насилия. Вы же знаете, что суд присяжных выбирается, ну чуть ли там, случайным методом, да? Да. Любой человек, любой гражданин Казахстана, там есть несколько критериев, но может попасть в этот суд. Процесс не короткий, ну длительный, естественно, надо будет выслушать все стороны, увидеть все доказательства, улики, все возможные там, ну какие-то свидетельские показания послушать. Но вы, представьте, мы сейчас, это из разряда утопических вопросов, вы заседаете в этом суде изо дня в день, вы приходите домой, встречаетесь с друзьями, и все равно все знают, что вы в этом суде, наверное, кто-то захочет вам поделиться своими тоже мыслями с вами, для того, чтобы эти мысли формировали и ваши и суждения, и в итоге ваши решения. То есть вам за что-то надо поднять будет руку. Как бы вы себя повели в суде присяжных в самом финальном случае, в финальном моменте, когда нужно голосовать, за что бы вы голосовали? Конечно же, за виновность. Это раз. И есть два варианта. Допустим, я не юрист, и не имела попыта даже общаться с кем-то из суда присяжных. Срок или пожизненное заключение вы бы дали такому человеку? Знаете, да, вот здесь, здесь, если честно, вы тоже говорили, что вы читали Зеланда. Конечно же, он виновен. Я считаю, что вообще, да, любой человек, который решил решить вопрос через насилие, он всегда виновен. Нельзя так делать. Нельзя. Этому нет никаких объяснений. У неё слишком длинный язык, или она там провоцирует. Нет этому объяснений. Всё. Это также создание Божие. Ты подойди и поговори. Но обижать создание Божие ты не имеешь права. Вот. Но судить человека, да, осуждать. Я боюсь. Я боюсь. Почему? Объясню. Потому что я сама воспитываю детей. Мои дети когда-то прошли тоже через насилие, да, от отца. И, к сожалению, это в их памяти есть. Я не знаю, как это завтра, каким цветком это распустится. И что, что будет, допустим, да. Поэтому я сейчас дома крайне жёстко на эту тему. Говорю, если кто-то будет, если ты сына ударишь девочек, я сама вызову полицию, извини. Говорю, возможно, тебе показалось, что так можно, да, было в какой-то момент, но сейчас это не сработает. Я должна защищать и этих детей, и ты будь осторожен. Он был в шоке. Но, к сожалению, иногда приходится так, потому что детям... Ну, можно чуть-чуть по-другому сказать. Да? Как? То есть ты, ух, то я сама вызову полицию. Нужно просто детям с самого рождения, прям с рождения, ну, с самых маленьких лет рассказывать о том, что люди родились для счастья. Если они соединяются, нужно, чтобы они помогали друг другу жить все последующие года. И обижать по божьему замыслу не входило вот в эти функции, роли. Поэтому нужно только делать добрые поступки, совершать хорошие поступки, помогать, отзываться. Но если ты хочешь обидеть, значит, тебе нужно с собой что-то поделать. То есть подумать, побыть в изоляции в какой-то, не ходить на встречу с этим человеком. Видите, это более... займёт больше времени и больше вашего внимания и энергии. Потому что так разговаривать энергозатратно. Сказать так, попробуй, это проще. Пробовала, да, знаете, но я не знаю уж, какой фактор тут играет роль. Всё-таки это сын своего отца. И на самом деле их род, вот моего бывшего супруга, называется... Есть кубеки, есть тинтек-кубеки. Он из рода тинтек-кубек, которые славились тем, что их женщины были, да, в таких... понимаете, я просто не думаю, что родители того же Бешимбаева не говорили ему о том, что нельзя там обижать девочек, вообще человека обижать. Вот это вот сама очень низкая инструментативность этого действия. Типа, вот попробуй только. Да, я понимаю. Но в то же время это уже полшага, потому что ваши дети слышат из ваших уст о том, что в случае каких-то недобрых их поступков вы будете на стороне справедливости, честности и правды. Вот это круто. Был такой момент, что долго... Но ребёнок вспыльчивый, вспыльчивый. И он прям... Если он злится, его невозможно даже удержать. И я не знаю, как объяснить, он не слышит. Естественно, я его обняла. Обняла, мы подождали. А потом, когда он успокоился, говорю, сын, вот почему так ты делаешь? Нельзя так, давай так попробуем. Говорит, она так. И то есть он очень умный мальчик. Вот знаете, недавно, что он мне сказал. Он мне сказал, они перепирались с сестрой старшей. И он опять огрызается. Я говорю, сын, ну зачем отвечать? Ну промолчи, ты же мужчина. Будь снисходительной. Это девочка. У них язык длинный. Бывает. На что он сказал? Я ответственный человек, поэтому должен отвечать. Я говорю, и вот так... Да, я вас услышала, но в подкасте, наверное, эту тему развивать не будем. Лучше вы придёте на родительское собрание в Астане. Приду обязательно. И мы там об этом поговорим. Будем завершать. Мы очень хорошо поговорили. Мы практически всё, что я вот себе воображала, планировала, мы это всё проговорили. Я хочу вам пожелать никогда не останавливаться в поиске знаний. Вы молодец, что вы поменяли чистоту и настройку свою. Это классно. У вас даже интонации... Благодаря вам. Да ладно. Интонации в соцсетях тоже поменялись. И это классно, потому что в них есть зерно рациональное, в них есть смысл. Так общаться всё равно перспективней, чем просто херачить всех подряд. Вот, Дана. Хорошей вам дороги, хорошего полёта. До встречи в Астане. Пусть всё разрешится. Пусть Марат вас услышит. И Марата все сторонники тоже имеют право выбирать, имеют право мыслить и выбирать чью-то сторону. Никто вас за это не осуждает, никто не пытается с вами схлестнуться в битве. Просто вот лично моя роль, я считаю, на сегодняшний день, если громко сказать, даже миссия какая-то в вашем контексте, она исполнена. Я обещала вам, что мы поговорим. Поговорим с пользой в первую очередь для вашей семьи и, конечно же, для всех нас, как для общества, для тех, кто с вами родился в одной стране, для обладателей синего паспорта. Нам нужно развиваться, иначе мы, конечно, мы еще очень-очень неустойчивые во всех аспектах жизни, поэтому делать всегда что-то нужно. Надо повышать уровень нашей культуры. Конечно. Культуры, отношений, ценностей, целей. Все абсолютно верно. Хороший вывод, хороший итог. Спасибо, что вы прилетели ради нашей беседы. Дана, спасибо вам за знакомство, за такую прекрасную беседу. Всего доброго. Я благодарна вам. Давайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова